Мы изучили самые популярные сетевые инструкции по похудению и выявили основные ошибки, которые мешают добиться желаемого результата. Любая диета с быстрым эффектом не может быть продолжительной. Перейти за один день с обильного питания на диетическое не только сложно, но и вредно. Твоя задача – постепенно уменьшать порции. Если тебе срочно нужно избавиться от нескольких килограммов, не торопись, а просто исключи из рациона следующие продукты. Для лучшего эффекта седьмое – надробное питание, ешь каждые три часа. В твоем рационе должны быть долгие углеводы, нежирное мясо, птица, рыба, разные овощи, несладкие молочные продукты с маленьким сроком годности и обязательно немного меда. Старайся, чтобы приемы пищи проходили примерно в одно и то же время. В интернете можно найти примерные калькуляторы, задачи которых рассчитать так называемую калорийность дня. Индекс массы тела – это величина, позволяющая оценить степень соответствия массы тела человека с его ростом и тем самым узнать, является ли вес недостаточным, нормальным или избыточным. Индекс массы тела рассчитывается по формуле АТМ равно вес КГ. Рост – М, звездочка, рост – М, например, масса человека равно 60 килограммов, рост равно 170 сантиметров, АТМ равно 60, 1,70 на 1,70, равно 20,7. Теперь, когда ты определила свой АТМ, нужно рассчитать необходимую тебе норму потребления калорий, а затем полученный результат умножить на коэффициент физической нагрузки. Как правило, в большинстве случаев это коэффициент 1.375, то есть занятие фитнесом 3 раза в неделю. Посчитав все вышеперечисленное, ты получаешь ежедневную среднюю норму энергозатрат, соблюдая которую ты не будешь ополнить или худеть, а останешься в своем правильном весе. Чтобы узнать суточную норму калорий для похудения, нужно от получившегося результата, рассчитанного по одной из формул и умноженного на коэффициент активности, вычесть 15-30% калорий, это примерно 400-700 калорий, а для быстрого похудения – 40%. Фрукты, соки и смузи не спасут тебя от чувства голода, но самое главное, они достаточно калорийны. Чтобы диета была эффективной, в твоем рационе должно быть не более одного-двух порций этих продуктов, один порция, примерно 160 грамм. В эту норму включены свежие, замороженные, консервированные фрукты, сухофрукты и соки. Фрукты, как и овощи, богаты витаминами СК, Р, группы вы минералами, кальций, железо, магний, фосфор. Также присутствуют органические кислоты, яблочная, лимонная, винная. Однако не злоупотребляй ими. Из приятного, ты можешь есть фрукты после 18 часов ровно, но желательно за 2 часа до сна, чтобы повышение уровня сахара в крови не мешало спокойно заснуть. Да, бесспорно, обезжиренный йогурт менее калорийный, чем 10-процентный, но это не значит, что нужно пить этот самый йогурт литрами. Тем более, что полезность подобных продуктов весьма сомнительна. Уже через неделю диеты ты увидела результат, но потом все остановилось, вес больше не уходит. Не надо отчаиваться, это абсолютно нормальная реакция, твой организм привыкает к тому, что вес уходит, и перестраивается вместе с тобой. Попробуй немного поменять свой рацион или сменить физическую нагрузку. А вот это совершенно напрасно. Важно соблюдать баланс питания, в рационе обязательно должны быть и белок, и углеводы, и жиры. А вот тут стоит задуматься, ради чего ты решила похудеть? Ты сама, свой регулятор, если это не ожирение, которое грозит проблемами со здоровьем, и тебя никто не заставлял. Ты поставила себе цель и хочешь ее добиться. Обязательно порадуй себя, встрется с друзьями, устрой шопинг с подружками или съезди в отпуск.